Экономист о продлении санкций в ЕС станцевали ритуальный танец. Радиоспутник экономист о продлении санкций в ЕС станцевали ритуальный танец 16 часов 53 минуты. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Сергеев, флаги России и ЕС. Знак авторского права РИА Новости, Владимир Сергеев Евросоюз опубликовал решение о продлении секторальных санкций против России. В эфире радио «Спутник» экономист Алексей Зубец объяснил, почему для ЕС важно продемонстрировать единство в том, что для РФ уже не имеет значения. 14 декабря, в 8 часов 45 минут политолог, отказом от новых санкций против РФ Евросоюз посылает сигнал «Шавросоюз не будет вводить санкции против России за инцидент в Керченском проливе». В эфире радио «Спутник». Политолог Андрей Суздальцев поделился мнением о том, почему европейцы приняли это решение. Евросоюз обнародовал документ о продлении экономических санкций в отношении России. Это решение действует до 31 июля 2019 года. Вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале Европейского Союза, говорится в сообщении. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Впервые санкции ввели на 12 месяцев 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. В сентябре того же года ограничения усилили. А в марте 2015-го их действия привязали к полному выполнению минских соглашений. Лидеры ЕС утвердили продление санкций еще 13 декабря, через неделю его оформили в виде документа. Проректор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио «Спутник». Выразил уверенность в том, что эта мера на Россию никак не повлияет. На сегодняшний день Россия уже полностью приспособилась к этим санкциям. Если мы говорим о прогнозах развития российской экономики, то в расчет принимается не факт наличия санкций, а возможность их расширения. А если говорить о продлении существующих санкций, то никакого значения для российской экономики это уже не имеет, — пояснил Алексей Зубец. По его словам, это ритуальное политическое действие. Это важно для Европейского Союза, потому что ЕС на сегодняшний день в достаточно глубоком кризисе идентичности. У них проблемы с перспективами роста, экономического и социального развития, проблемы расширения и углубления интеграции. Эти задачи Евросоюз не решил. Они пытались создать более глубокий финансово-экономический союз, у них этого не получилось. У них есть серьезные проблемы, помимо Греции с экономикой Италии, Франции и так далее. Поэтому для них очень важны некие ритуальные символы единства. Им необходимо всем вместе собраться и станцевать ритуальный танец, показать, что они едины в каком-либо деле. Антироссийские санкции как раз являются поводом, чтобы подтвердить единство каким-то ценностям и идеалам. То есть это политическая демонстрация единства Евросоюза не более того, считает эксперт. 12 декабря, 19 часов 25 минут санкции из музея. Немецкий политолог прокомментировал заявление Меркель, Германия поддержит продление санкций против России на предстоящем саммите ЕС, заявила Ангела Меркель. Немецкий политолог Александр Рар в эфире Радио Спутник объяснил, почему канцлер ФРГ заняла такую позицию.